значит немножко хотел пообщаться чуть пока настроение есть вот еще раз про деревню рассказать не знаю может более подробно может что-то другое вспомнится год в деревне жил как на рыбалку ходил в основном то есть там всякие эти деревенская работа да она не знаю может отдельное видео какое-то надо записать что вообще там делалось ну сейчас просто хочу сказать про рыбалку на какую рыбалку я там ходил значит вот она деревня Аверина то есть это Таборинский район можно сказать ну а как сказать Таборинский по сути Тавдинский район он находится вот здесь вот его граница да то есть сама Стелла сама Стелла она будет где-то вот примерно вот тут что ли я не знаю вообще проехал Google нет не проехал вот здесь Стелла Таборинский район на самом деле как бы вот граница была это вот Тавдинский район и Таборинский это вот эта речка Белоярка так называемая которая впадает в Тавду вот ну тут короче был мост да мост был деревянный вот и все решали кто ну кто вот этот мост делать строить будет ремонтировать там и так далее вот а Тавда считалось как бы более богатая чем Таборы ну что такое Таборы Таборы это может за деревню там даже высоких домов нету просто там ну трехэтажки двухэтажки барак бараки такие есть в основном частный сектор а Табда это все таки город там пятиэтажки не знаю девятиэтажки есть нет ну пятиэтажки точно есть хрущевки стоит более богатый город и поэтому они вроде как договорились перенести границу Тавдинско-Заборинского района вот сюда подальше вот в это место примерно или вот здесь вот или вот здесь чтобы этот мост отошел именно Тавде чтобы как бы Тавда его ремонтировала делала ну она этот мост конечно сделала да то есть сначала проложила забила железные сваи сюда рядом вот здесь сделала временку бетонные плиты положила да то есть люди объезжали вот а этот новый мост он строился он высокий уже там как бы ну когда Тавда река разливается она заполняет короче вот тут все и она поднимается здесь тоже и как бы до деревянного моста она доставала раньше вот ну и построили мост вот а еще раньше да вот этой дороги не было вообще основная дорога шла ну где-то вот в районе сейчас скажу в общем она вот параллельного тут шла здесь она вот уходила куда-то вот сюда и здесь вот она по лесу по лесу шла и где-то вот здесь переезжали либо вот здесь две горы одна гора и вторая гора и тут стоял дежурил трактор который перетаскивал молоковозы короче ну Татьяне которая столица колхозов вывозила там да коровы Alexander так вот тишь вот это вот мост это вот дорога пошла на Чучож идет туда тоже заброшенная Деревня там старик и бабушка жила Долгое время одни И сейчас уже там никого нет Сейчас не знаю, уже давно там не был Но в то время, когда я был, там никого не было Вот деревня Аверина Где я как бы обитал Начинаем вот Вот это Октябрьская улица На самом деле тут просто Ну как бы дорожники сделали здесь Немножко съезд такой асфальтовый чуть-чуть А дальше это все Грунты, вот эта вот черточка Она не соответствует никак этой дороге То есть это просто Нарисованная шляпа какая-то идет На самом деле дорога она шла Как-то вот здесь вот по лесу Немножко чуть-чуть Вот и потом она шла уже Где-то Ну по полю, то есть травяная В общем по этой улице никто никогда не ездил Абсолютно Вот здесь тоже мост Мост деревянный Речка Павья Да Вот она вот здесь вот проходит Тут деревянный мост Проходит даже вот он не здесь Наверное где-то он проходит Где-то вот тут Вот он по-моему здесь Деревянный мост Ну и центральная улица здесь Была вот эта Октябрьская Как бы она Здесь в основном строили Колхозные дома Вот они все одинаковые Это дома короче Ну как бы вот Для колхозников Они наполовину разделены У них там есть И этот И ванна короче И вода Горячая холодная Вот И батареи Вот А все это дело Топилось Вот котельный То есть вот это вот у нас колхоз Да Вот он колхоз То есть сейчас здесь все Я вижу что здесь В пилораму превратили Да В дерево обрабатывающую пинью Но тогда это был колхоз Вот это вот ограждение Это был колхоз Вот он ангар В котором стояла до последнего времени Там хоть какая-то техника Вот Вот этот вот склад Тоже в нем техника стояла Вот Вот эта вот коморка Вот эта Это была Как бы Ну окинс можно сказать То есть здесь И мастерская вот здесь А здесь вот как бы коморка была Где выходили На разнарядку каждое утро А это вот как бы Теплотрасса Вот Короче Теплотрасса Вот здесь котельная Да Здесь идет котельная Которая Топилась Дровами Сначала она была На солярке Или на мазуте Копилась На солярке По-моему она была раньше Да Вот А Потом перевели Солярка дорого Когда все развалилось Просто Колхоз поддерживал Эту котельную Возил сюда дрова Вот И Такие как бы Чурки Напополам просто кололи Сосны И ее топили Вот Это вот все Уже как бы Современное здесь Да Это все пилорама Я вот работал на пилораме Да То есть вот это Это вот Новый телятник Да Строили Один и второй Один я вижу Вообще разобрали Полностью Второй Что-то видимо Не стали разбирать Может они там Что-то хранят Для леса Может его Восстановили Так Вот Здесь Не было Ничего Вообще Ничего Так Сама пилорама Стояла Где же она Стояла у нас Пилорама Так Это я Получается Ходил Сюда Сюда Ходил И здесь Дорожка была И пилорама Блин Забыл уже Где что пилорама То была Все поменялось Блин Абсолютно Так Вот склад Да Здесь Это В общем Где-то Вот здесь Вот была Пилорама Вот в этом месте Здесь стоял Трансформатор С которым Там постоянно Была борьба Ну Надо было Запитать Чем-то Саму пилораму Пилорама Такая была Ее привезли Откуда Хера знает Вот Здесь все Был лес Здесь помню Когда-то еще В советское время Или когда-то Вывалили Кучу Или вот здесь Кучу Вывалили Каустик Я не знаю Для чего он идет Каустик И Весь народ Коровы Которые держали В деревне Они старались Эти коров Отгонять От этого места Проклятого Потому что Корова Когда она сюда Просто идет И начинает Этот каустик Лизать То ли он соленый То ли ничего Не знаю Лежит Лежит И потом Корова вздыхает Вот Поэтому Как бы Это Такое место Было Не знаю Почему нельзя было Огородить его Например Вот Дальше Вот 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 Центральная площадь Как бы Стоит Деревни Вот Вот Она Такая Была Здесь Баурский Магазин Это Баур Был Председателем Колхоза Сначала Совхоза Аверинского Да Вот Этого Совхоза Аверинского А Потом Его туда Короче В таборы Угнали На Ну там Заместителем Что ли Был Или Просто Был Председателем Табуринского Района Вот А его Как бы Жена Там Да Дети Они Как бы Занимались Вот Магазин Вот Этот Коттедж Единственный В деревне Большой Коттедж Это Как раз Его Баурский Был Вот Это Улица Новая На которой Я жил Жил Я вот В этом Доме Вот он Здесь По поводу Огорода Картошки Где ее Садили Вот Если смотреть Вот так Вот он Огород Вот он Огород Да Вот он Идет Здесь Здесь Свинарник Был Я сам его Построил Ну Не Крышу Вот эту А именно Загон Для свиней Я полностью Делал Делал им Там Комнату Такую Знаешь Там Сеном Короче Они даже Зимовали Там Вот здесь Коровник Стайка Так называемая Да Вот она Стайка Баня Вот здесь Баня Сам дом Большой Здесь Малина И Грядки Были Здесь Садили капусту Вот тут Садили капусту И табак Еще Вот здесь Был И вот Это место Оно Было Под Картошку То есть Примерно Где-то Вот так Потом Вот так И вот Так Вот так Вот Была Картошка Посажена Почему Потому что Вот здесь Уже Была Такая Сильная Глина Что Ну Невозможно Не пахать Не Не копать Ничего Вот И здесь Тоже Она Вот была То есть Поэтому Огород Был Распахан Вот так То есть Вот так И вот Где-то Примерно Вот до сюда Вот так Вот он был Сделан На этом месте Ставили мы Две навозные Теплицы Под огурцы А теплица Под помидоры Была вот здесь Стояла Каждый день Поливка Это Вот Воду Таскали Вот она Речка Масья Но я Почему-то Считал Что Эта речка Называлась Аверина Просто Речка Аверинская Какая-то Я не знал Что она Масья Называется Вот И вот здесь Вот был Прорубь Зимой Летом Просто Спуст Ну летом Насос Кидали И шланг Короче Прогоняли Сюда На этот В баню Качали Короче Мы Вот Это Вот был Один Огород И Один Огород Еще Был Вот Здесь Так Вот Она Граница Да Нихра Лес Тут Вырос Сколько Ё-моё Подожди Где С вами Ворота Вот здесь Ворота Это чтобы Коровы Как говорится Не это Не уходили В лес Здесь было Прясло Ограждение Да Вот этого Кстати Не было Это Вот уже Видимо Потом Они Сделали Неужели Вот здесь Заросло Все Так Не может Такого Быть Поворот Вот он Здесь Поворот Блин Да Не Это Не могу Он Так Зарости Все Это Дело Потому Что Вот здесь Вот этого Не было Вот этой Вот этого Прясла Это Видимо Уже Без меня Что-то сделали В общем У нас был Огород Где-то Вот здесь Примерно Вот в этом месте Еще один Огород Под картошку И еще Один Огород Под картошку Я сделал Вот тут Вот в этом месте Чуть-чуть Маленький Был Огородик Такой Где я Барану На себе Таскал Вспахать-то Вспахали А барану Я взял Эту колхозную И На себе Короче Туда Один раз Пойдусь Встаю Отдыхаю Ну просто Представьте Да Тракторная Барана Обычно Лошадь Цепляли Как бы К этому месту Вот В общем Тут вот Школа Если вот здесь Вот смотреть Да То есть Когда вот Переходишь Через речку Например Вот Школа Вот она Школа Здесь Да Улица Школьная Тут тоже Как бы Своя котельная В школе Печки Можно сказать Которые Топились Этим Пнями А пнями Это Ну Короче Тут Лес Да И вот там Дальше Лес И там Как бы Этот Короче Смолу Собирали Раньше При коммунизме Еще А деревья А деревья Сами Как бы Такие Их Потом Срубали А корни Оставляли Потом Эти Ходили Корни Выкорчевывали И складывали В поленицы И там До сих пор Эти поленицы Лежат Просто До хренища Их В лесу И вот Школа Там Школьный Трактор Был Ну как бы Школьный Он был Как бы Школьный Но почему-то Командовал Тим Трактором Муж Директора Школы Родственник Можно сказать Наш Бывший Родственник Вот Он там Как бы Командовал Трактор Был В его Личном Пользовании И грузовик У него Газ 53 Был У него Тоже Волить Как Колхозный Но у него В личном Пользовании И комбайн У него Тут стоял Короче Нормальное Жили Они Вот Сейчас Не знаю Школа Работает Наверное Работает Еще раз Разделять Пилограмму Все-таки Дома Сохранены Ладно В общем Да Вот здесь Кстати Вот это Поле Это Тогда Когда там Было Садили Овсом Овес Да И вот Здесь Медведь Выходил Короче Выходил Медведь По молодому Овсу Тут Катался 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 Короче И Это Делали Лабусы Так называемые В двух Местах Ну На деревьях Такие Домики Здесь И здесь И сидели Ночью Ждали Когда Медведь Сюда Выйдет Не помню Вышел Он Не вышел Глянь В общем Делали Охотились На него Медведя Он выходил Все-таки Коровы Пасутся Коровы Собираются Все коровы Собирались Со всей деревни Вот здесь Вот в этом месте Ну как собирались То есть Люди сюда Выгоняли Их А пастух Уже отсюда Забирал И пошел И гнать Туда Он в лес Дальше Обычно 40-50 Коров На всю Деревню Было Вот Ладно Значит Про рыбалку Здесь Вот это Ревья Масья Это ручей Можно сказать Болотный ручей Кстати Из него Вся деревня Вся вот эта Округа Воду пила Вот А здесь Был колодец Короче Ну Где-то Вот тут Колодцы Были Вот на этой Основной Улице Были Колодцы Вот Люди Как бы Ездили За этой Колодцей Колодезной Водой Она Прозрачная Но Представляете То есть Люди Всю жизнь Тут живут Они пьют Вот эту Болотную Воду Из Масьи Да И вот Они просто Когда брали Эту Колодезную Воду Они просто Не могли Напиться Почему-то А вот Эта Вся Вода В Масье Она Была Просто Болотная Рыжая Вода Когда Наливаешь Ее В стакан Она Рыжая Но Тем не менее Ее люди Пили Напивались Она Богатая Железом Была Зубы У людей Выпадали Короче Но Тем не менее Люди Селятся На речках Чтоб Вода Была Вот А здесь Колодцы Копать Было Нельзя Потому Что Сразу Болотистая Вода Загоняла И Колодцы Копали Только Вот Где-то Вот Здесь Вот В этих Местах Хотя У них Была Своя Вода А вода У них Была И Из Павьи Из Речки Вот Это Павья Вот Этот Мост А Вот Здесь Стоял Насос То ли Вот Тут Стоял Насос Да Который Закачивал Воду И Эта Вода Шла Вот Сюда В Котельную В Котельную Здесь Вот Водонапорная Башня Вот Она Водонапорная Башня Не знаю Сработать Не Работать Закачивалась Водонапорную Башню И Водонапорная Башня Через Котельную Нагревалась По Трубам Трубы Здесь Поверху Шли А потом Они В земле Шли И Они Шли Вот Сюда На Эту Улицу На Эту Улицу И Здесь Эти Дома Были Благоустроенные Ну Скорее Сюда Шли Здесь Тоже Улица Такая Второстепенная Тоже Здесь Несколько Домов Есть Колхозных Скорее Сюда Тоже Проходило Но Я тут Не знаю Я тут Особо Не был В этих Местах В основном Я был Здесь Вот В этих Местах Обитал Потому что Родственник Жил Живет Жил Пожарный Водоем Деревенский Даже Была Пожарная Машина Своя Она Тоже Стояла В колхозе Вот Ладно Вот Эта Речка Она Впадает Вот Она Пошла Масья Вот Здесь Она В трубе Проходит И Дальше Она Впадает В Павью Вот Она Идет 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 И Вот Она В Павья Здесь В Павье Рыба Есть Да Всякая Есть Но Летом В основном Там Только Чебак Окунь Такая Небольшая Это Вот Там Уже По Осени Наверх Заходит Зимой Заходит Там Крупная Рыба Щука Налим Лещи Они Туда Заходят То Что Язи Вернее Они Заходят Из-за Того Что Кислорода Нет В Толгерике Они Они Заходят На Кислород И Пробираются Аж Блядь Я не знаю Куда Я рассказывал Когда Скатывалась Рыба По Весне На Ихах И Ловили Ну Вот Масья Короче Здесь Более Менее Такая Ручеек И Вот Сюда Этот Чебак Как раз Доходил Вот До этого Места До Этой Трубы Доходил Чебак Я даже Здесь С удочкой Сидел Там Что За один Раз 150 По 200 Вылавливал Видимо Стайка Подошла Я Дернул А вот Сюда Она Уже Никак Не могла Перейти Через Эту Трубу И Здесь Уже Ее Не Было Этой Рыбы Поэтому Вроде Как бы Думаешь На Сентябрь Середина Конец Сентября Когда Уже Днем Еще Там Плюс 10 Да Плюс 8 Ночью Там Уже Минус 3 Минус 5 Вот Потом На следующий День Уже Утром Идешь А Как бы Корка Такая Ледяная На Ини Да Но Еще Снега Нет Вот Примерно Так 0 Минус 2 Плюс 2 Такая Погода Осенняя И Вот Ходил Короче Через Вот Это Поле Вот Отсюда Как бы Шел Да И Вот Сюда Здесь Вот Поле Вот Оно Поле Это Поле Было Вспахано Просто Было Вспахано Грубо И такими Комками Не Боронина Ничего И Вот Нужно Было Идти Мне Короче Через Это Все Поле По Этой Блин Ну Я не знаю Кто-нибудь Ходил По Паханому Полю Просто Это Это Ужасно Но Тем не менее Вот Я По Этому Полю Шел Здесь Оно Позаросло Все Вот И Подходил Уже Сюда Вот К Этому Месту Смотри Как Все Заросло Охренеть Вот Она Павья Она Идет Здесь То есть Ну Где-то Вот Примерно В это Место Вот В это Место И По Речке Уже Ходили Значит Эта Речка Павья У нее Примерно Шириной Ну Метра Три Ну Четыре Где-то В Где-то Местах Может Пять Где Мелко Есть Ямы Да Но В основном Перекаты Перекаты И вот Эта Холодная Вода Когда-то Уже Снежочек Иний Вот Этот Лежит На Деревья Здесь Кстати Бобров Просто Целая Куча Деревья Валят Значит Сегодня Пришел Ага Там Два Три Дерева Свалены Допустим Свежая Прямо Осина Грызаная Такая Свежая Щепки Все На следующий день Идешь Уже штук 8-10 Деревьев Завалено То есть Бобры Тут Очень активные Делают Плотину На этой реке Мы потом Ходили Плотину Эту Разрушали Ну Много Плотин Здесь Разрушали Для того Чтобы Ставды Реки Все-таки Больше Рыбы Заходило Как можно Повыше Крупной Ставды Реки Там Налим Щука Крупная Ясь Вот И рыбачили Здесь В основном Обычная Удочка Двухметровая С кивком Вот Ну Кивочек И мормышка Червяк Червяка Обычно Собирали Мы по осени Большие банки И в погребе Хланили Червяк И на этого Червяка Просто Подходишь К берегу Просто Видишь Там Стая Стоит Вот так Вот По течению Червячков Вот таких Вот И все И кидаешь Хлоп Есть Хлоп Есть Получалось Примерно Часа на 4 За 5 Я налавливал Ведро Ведро Не 10-ти литровое Конечно А где-то В районе 5-6 литров Такое Ведерко Пластиковое Вот Полное Ведро Этой рыбы В день Я налавливал Осенью Уже Как бы Все основные Работы Закончены Картошка Выкопана Да Все Поэтому Было время Порубачить Ну и все И ходили Ходили по этой речке По верховью Тут шли Некоторые Там Ну Люди Местные жители Видимо То есть Есть С удочками Да Но есть Такие Которые Морды ставили А как они Морды ставят Они просто берут Перекрывают Всю реку Делают Только в одном Месте Проход Да Колья забивают Ветками Забивают И делают В одном месте Проход И ставят туда Морду Они ловят Больше Вот здесь Вот рыбачил У моста Здесь какое-то Время Дальше Здесь уже Неудобно Было проходить Там глубоко Уже все Течения нет В основном Где-то Вот в этих местах Мы рыбачили Вот эту рыбу Чебачка Этого Куда его девать Его Солили Солили И в эту В коптильню И короче Я целый ящик Накоптил Этого чебака Правда Ни одной рыбки Не съел Все ее Забрали Родственники Свердловской Екатеринбург Вот это вот такая речка Зимой здесь Морозы в этой деревне Не знаю как сейчас Но раньше были До 50 градусов Вроде как бы Ну рядом Свердловской области Там туда-сюда Но до 50 доходило Я шел Вот отсюда То есть в один день 50 Минус 53 У меня было Москвич у меня стоял Где он у меня стоял Вот он стоял у меня Вот здесь Вот это место Здесь вот Дровяник Да Вот он дровяник Это вот ворота Вот здесь у меня стоял Москвич Вот Минус 53 Значит Мне нужно было идти Вот сюда На разнарядку Да Вот в это место Так вот Я вышел Из дома Прошел вот До сюда Магазин Магазин был открытый Зашел в магазин Стоял Грелся Потому что Потому что Так невозможно Было идти Отогрелся И тогда уже Шел Шел Не здесь Здесь не было прохода По-моему А да Вот здесь можно было Пройти Но я шел Но я шел вот здесь Здесь прошел Вот здесь Кстати домик Да Вот он Дом вот здесь Тут Жила бабка 99 лет 99 лет Сбежал зэк Да И он сбежал С тормолей С поселения Короче Сейчас скажу Где эти тормоли Вот если мы смотрим Вот тогда река Да Вот это Фунтосова Галкина Фунтосова Это Галкина Вот это Заворот реки И вот здесь Вот дорожка Такая была Ну Он заливает Эту дорожку Но эта дорожка Как раз вела В тормоли Сейчас посмотрим Где эта тормоли Вот она идет Эта дорожка Вот она пошла Пошла И вот она тормоли Вот эта тормоли Это Зона поселения Видим вроде как Деревня Да На самом деле Это зона поселения То есть Бесконвойники Ну Химия так называемая Вот ДТПшники Да Вот все Все такое Вот И вот короче Отсюда Один зэк Сбежал Они тут Как бы Видишь Они лесом Занимались Там Не знаю Чем они тут Занимались И он сбежал Короче Он Не знаю Как он переправился Через реку В плавь Наверное Перешел И хер его знает Вот по этой дороге Постоянно ходила Машина Когда Зэки там были Там ходил Бензовоз Короче Топливо Им туда Поставлял Это Этот Вот здесь Где она Блин Это вот все Заливы Высохшие озера Ну ладно То есть вот здесь Была Переправа Паромная Да Сейчас вот здесь Уже видите Да Подоставят Вот ничего не было Это все Рыбацкие базы Ничего тут не было Вот здесь вот короче Есть Такой как бы Паромная Переправа Не паромная А просто баржа Приходила Вот у них здесь Стояла баржа Вот она Вот здесь вот внизу Достали эти Влечь уже Рекламщики Вот То есть Вот здесь У них Блядь Стармалей Где она Что-то я уже потерялся Вот Вот здесь Стармалей Да Где она Дожди Где она Деревня потеряла Ё-па-р-с-а-т Вот она Да Вот они Тормали У них вот здесь Был Своя Как бы Ну катер Такой был И маленькая Баржа Типа Понтон Вот Это все Здесь Залито Вот было Они То ли здесь То ли здесь Вот выезжали Тут Или Вот здесь У них стояла Эта баржа Не знаю В общем Короче Они поднимались Вверх По реке Доходили До Галкина Вот здесь Высаживались Бензовоз Уезжал В Тавду Да Уезжал В Тавду Заливался Там Топливом Вот А Зэки Которые Там Ну Вот Всем этим Делом Занимались Они В Галкина Бегали За самогоном Короче За спиртом Спиртом Торговали Ставды Ой Ставды Ставнинского Гидролизного Завода У всех Был спирт Вот они Все это Набирали И туда Короче Обратно Так вот Этот зэк Он сбежал Где-то он тут Переплыл Короче Тавду И вот Пешком Пешком Он добрался Ночью Дошел он Короче До этого дома До этой бабки 99 летней Вот этой вот И короче Изнасиловал Ночью Он к ней Зашел Изнасиловал ее Вот И все И мы его поймали Все дела Так бабка Еще потом Жила Хрен знает Сколько После этого Насилия Такой вот был Случай Здесь Вот В общем По поверике Да Еще Ездил Я тут Здесь Когда Брал Мотоцикл Урал Я на нем Как бы ездил На повью реку Но вот здесь Вот через поле Вот это поле То есть Вот если Улица Савельев Здесь автобусная остановка Вот одна Автобусная остановка Это я не знаю Что здесь такое сделали Вот Здесь Есть вот такая дорожка Вот она сюда пошла В поле Здесь Как правило Ямы такие Блин Вот И эта дорожка Шла туда Можно было по полю Прямо по полю Она была посеяна Но все равно Посредине поля Ездили И пробивали эту дорожку Вот сюда Заезжали в лес Здесь Крутой обрыв Вроде как бы ровный Да На самом деле нет Здесь обрыв Вон видно его даже Обрыв Такой Вот И Мотоцикл оставлял Вот здесь В этом месте Спускался по этому обрыву Сюда К поверике Когда поверика Разливается Она вот заливает Здесь все Вот даже лес Вот этот заливает Полностью И тут как бы Спуск такой сильный И ну Не спуститься Не подняться Короче Такая Надо где-то На лодке было Спускаться И на лодке Плавать здесь Щуку дербанить Ясь хорошо На блесну брал И вот эту щуку Которую я рассказывал Что там Сколько это Килограмм Наверное На 4 или на 5 Лев Дернул Щуку Вот в этом месте Когда уже вода упала Вот в этом месте Я цепанул Она когда Я блесну уже вытащил Она За блесной Выпрыгнула На берег Можно сказать Я Обосрался Блин Трясло всего Вот это Павья То есть это вот Такая рыбалка Была на Павье Чебак Здесь вот уже Щука Нормальная Попадается Потому что Тавдарика рядом Вот она С нее заходит Здесь более полноводная Павья Заходит щука Хорошая щука Ези Заходят только Когда вот здесь Разлита Допустим Да и вода на мубле Идет Сюда ези заходят Вот А так В основном здесь Чебачок Вот этот вот Чебачок И щучка На блесну Окунь И щучка На блесну Там Такая До килограмма Примерно Ловится Вот такая Павья река Вот Теперь как я ходил Тоже рассказывал Уже на этот В гараж Так называемый Это в дурику В гараж Значит Гараж находится Вот здесь Вот это гараж Так называемый Гараж Сейчас там Ничего Нет Вот А что там Было Вот здесь Проходила Лежневка Да Кто знает Что такое Лежневка Это Дорога Собранная Как железная Дорога Да Как железная Дорога Шпалы Такие же Как у Железной Дороги Вот Но только Не рельсы Проложены А Просто доски Проложены И так называемая Дорога Для автомобилей Лежневка Она называлась Вот эта Лежневка Она шла Короче Куда-то Вот здесь Я не знаю Сейчас уже Наверное Силуэтов не видно Этой Лежневки В общем Она Вот тут По-моему Да Она вот Здесь шла Вот она Тут шла Вот она Сюда шла Сюда Вот так Шла И здесь Вот она Шла Вот эта Дорога Нарисована Самый Нет никакой Дороги Это вот Именно Лежневка Шла Сюда И эта Лежневка Вот она Здесь Сюда Шла Сюда Шла Вот они Тут лес Выводили Короче Пилили лес И по этой Лежневке лесовозы заключенные. И они возили вот сюда в гараж, даже когда по лесу идешь, видно, под землей деревья уже выросли, но под землей видно шпалы гнилые. И здесь они этот лес сбрасывали в реку. И этот лес шел на Тавду на 8 завод. Притом, когда они сбрасывали сюда бревна, здесь уже целая куча бревен шло. Просто целая куча шло бревен, потому что везде, со всего Тамаринского района, везде вот эти были лежневки и лесом занимались, все скидывали. И вот этот лес он шел. Так вот здесь по берегу везде, были, прямо вот лежат эти толстые цепи, да, везде. Потому что к этим цепям были привязаны бревна, вот. И как бы эти бревна служились типа отбойниками, чтобы лес на берег не залазил, да, а именно шел вот, как клинья такие. И вот здесь вот тоже, вот это озеро, вот здесь то же самое, когда вода была разлита, вот, то здесь тоже такие цепи стоят, да, цепи, тросы, цепи, которым были привязаны бревна, вот. И эти бревна были на длинных цепях, потому что вода поднималась до 16 метров примерно, вверх поднималась. Вот. И когда вода поднимается, если ты короткую цепь привязал, то бревно-то, оно же утонет. И все же, все, что бревна шли, они забивали вот это все озеро целиком вот тут вот. Просто забивали вот так целиком. Поэтому сделали длинные цепи, троса, к ним привязывали бревна. И когда вода поднималась, то эти бревна тоже поднимались, они как бы держались на плаву. И они служились, но все равно это ни хера не помогало сильно, но тем не менее какая-то часть леса проходила. Вот. Это на Тавду, на восьмой завод. Здесь видно, да, все луга тут, все разливалось, все разливалось. Здесь не разливалось, потому что крутой берег. Очень крутой, обрывистый. Здесь не разливалось, здесь разливалось все. Вот. Вот это гараж. Вот он гараж. Что там было на тот момент, когда я там был? Там стояла бочка какая-то такая, 200-литровая, полусгнившая. Там какие-то запчасти были. Кабина, по-моему, от какого-то трактора такая тоже полусгнившая была. В общем, еле-еле видны следы прошлой этой деятельности, да. Но это назывался гараж, потому что здесь был, как бы, ну, прямо на берегу был такой большой гараж. Видимо, там здания какие-то стояли. Видимо, там ИГСМ привозили туда для вот заключенных, да, ИГСМ. То есть все-все-все. Вот. И они, как бы, здесь база снабжения, можно так сказать, то есть по подавде поднимались, когда дорог-то не было же, подавде поднимались суда с этими, с провизией там со всем вот этим. И уже по Лежневке они все это дело возили. Лежневка у них, у заключенных была сама база, да, то есть где у них там казарма стояла, да, с кроватями там со всеми. Это было, короче, на новой. Вот если бы она шла, вот здесь она расходилась, вот она сюда вот шла, эта Лежневка. Вот. То новая сама, да, вот сейчас мы посмотрим, где, вот она уверена, вот здесь поворот. В общем, вот новая где-то была вот, ну, то ли вот здесь, то ли вот здесь, вот здесь вот скорее всего, наверное. Вот здесь, вот она идет, Лежневка, да, пошла туда. Где-то вот здесь, по-моему, была новая. Да, вот тут. Здесь эти, короче, видимо, стояли эти казармы, их бараки. И как памятник, то, что там, ну, сам фундаменты оставались, и кровать такая стояла с панцирной сеткой, без ручек уже такая ржавая вся вот на этом месте. Это вот память именно зэки там, короче. А вот они занимались лесом, они вот вываливали весь лес. Вот здесь повсюду вот лес. Вот видно, да, что вот здесь вывален лес, уже свежий нарос. Это вот старый, как бы, лес. Вот. И они этот лес все туда, вот она, Лежневка, пошла. Ее туда, короче, загоняли в этот гараж. Вот. Возвращаемся к рыбалке. Значит, я обычно на Москвиче ездил вот сюда, вот в это, Фунтасово, да, Фунтасово. И Галкино, да, вот она деревня. То есть я на Москвиче вот здесь сворачивал, вот тут в этом месте. Здесь вот дома как бы идут. Ну, и вот сюда заезжал на поле, ставил здесь машину. Вот. И рыбачил вот здесь сначала. Первые разы. Ну, так, вода еще была большая. Может быть, там 5-6 рыбок, там, часа за 4-5 поймаешь на донку. Потом, когда вода сильнее упала, я уже как бы начал вот сюда заезжать, в это место. И вот сюда спускался. Дальше я не рисковал, потому что тут, ну, еще жижа была такая, там, на Нивах кто-то заезжал, там, да, туда-сюда. Вот. Главное здесь, короче, рыбацкое место, это вот выход вот этой вот озера. То есть это как бы озеро, да, такое, но оно заливное. Но в него попадает вода вот с этой речки. Не знаю, как она называется. Вот с нее попадает вода. Это все залито, когда там да разливается, тут все залито. Вот. Вот здесь вот уже, как бы, вода, смотрю, сошла, да, и вот это вот озеро. Щуку-то я тогда дербанил вот здесь, вот в этом месте, когда воды еще было где-то вот так вот, по деревья. За два часа мешок из-под картошки полный наловил щуки. Это, не знаю, рассказывал, нет, это туда. В основном, конечно, рыбалка была вот здесь. То есть вот по этому берегу можно было ходить, если позволяет тебе там глина, да. Просто берешь палку, палку, леска на конце палки и блесна с поводком. И идешь вот прямо отсюда, течение идет сюда, она идет. И ты просто вот идешь либо против течения, вот так вот вверх поднимаешься с этой палкой. Палка там 4 метра примерно. Идешь, или 5, нет, 5, или 6 метров. Идешь, 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 идешь. И там щука, окунь цепляются, короче, тебе здесь, вот по этому месту. Ну вот. А здесь, когда еще вода такая приличная, да, здесь вот окуня очень много. Очень много окуня на блесну можно дербанить, но периодами. Я, когда последний раз ездил, конечно, я там ничего не поймал. Может, уже все поменялось. Сами же знаете, да, цивилизация развивается. Рыба тоже развивается. Хитрое становится. Вот. И вот это место, самое вот классное место, где мне понравилось, это вот это вот место. Вот здесь. Или вот здесь. Нет, вот здесь, скорее всего, вот в этом месте. Я заходил, значит, сюда в сапогах болотных. Заходил немножко, чуть-чуть. Чтобы и в глине в этой не сидеть, блин. Ставил стул, ставил этот. И вот этой палкой моей в лесу вырубленной. Два крючка. Десятки. И, ну, одного червяка, короче, пополам. На один крючок, на второй. Забрасываешь и просто вставишь вот эту рогатину. В это время кончик удочки, блин. Дык, дык, дык. Начинаешь поднимать, блядь. Два, я не знаю, ну, вот. Рук не хватит, какие чебаки, короче. Вот если брать вот такой чебак отсюда и вот досюда. Вот такой вот он примерно. Чебак. Чебак под язг окунь. Чебак под язг окунь. И обязательно за день, обязательно с девяти до шести вечера был, обязательно за день одна-две щуки попадаются. Вот просто на удочку. То ли ты не успеваешь, там, чебачок маленький попался вот такой, да. Не успеваешь его поднимать, в это время щука за него хватается, короче. И вытаскиваешь щуку. У меня садок был железный, но, знаете, такой не круглый, маленький, да, железный. А вот такой, как бы, овальный у него это было. И дня, и он длинный. На 30 литров, так называемый, садок железный. Так я его забивал полный. Забивал, что он даже не складывался. Вот когда я его ставлю на землю, он даже не складывается, этот садок. Вот я его битком забивал, этот садок. Тогда не было еще сетчатых садков, ни у кого. Обычно вот эти железные были. А дальше вот здесь уже, когда идешь, тут уже все. Здесь, ну, щуку можно там на блесну редко там дернуть. Но уже такую рыбу не поймаешь особо. В основном здесь вот все. Я не знаю из-за чего. Здесь железный мост. Вот здесь железный мост. Значит, он заливается водой, потому что он как бы там внизу. Здесь спуск сильный, и здесь подъем сильный. А это луга, которые этими же деревнями Аверина, там, Галкино, косятся. Ну, сами знаете, луговая трава, она такая. То есть, корова должна привыкнуть к ней. И она все время должна эту луговую траву есть. Если корова поела полевую траву, да, с поля, то луговую она уже есть не будет ни хера. А если корова все время сидит на луговом, то она как бы другого вкуса не знает. Она нормально. Здесь луговая, это считается как бы лук. То есть, он затопляется, а потом, когда она расходит, трава начинает настолько сильно расти, настолько густо. Но эта трава такая, знаете, она как вот такой лепесток, и он острый, порезаться можно. Но с литовкой мы там ходили, блин, и она сохнет очень долго. Но, с другой стороны, хорошо, что она не боится влаги. Если полевое сено ты покосил, то дождик прошел один-два раза, и сено сгнило, все выкинуло. С луговым сеном так не будет. Два, три, четыре, пять раз. Ну, немножко она потемнеет чуть-чуть, но она не сгниет, эта сена. Поэтому, как бы, она нормально. Обычно там в деревнях мы, ну, там есть пайки, да, у людей, там у себя поставили, там сколько-то стогов, а остальное добивали уже здесь, на лугах. Лук большой, вот он, да, и у каждого здесь были свои участки. Вот огромный лук, он, все, вот здесь, все-все-все траву косили кругом. Ладно, возвращаемся к гаражу. То есть, вот я имею в виду, что здесь рыбалка была такая себе, да, вот здесь такая себе, здесь такая себе. Ну, речка одна, на нихера что-то не особо не клюет. Вот только в этом месте, там, и то в одно время в году клюет, когда вода вот там начинает на одном уровне, там, да, ходить, и все. Но когда я пошел в гараж, да, в этот, то есть, ну, блин, думаешь, как-то, вроде одна же река. Одна река, блин, а не может быть так, что в одном месте клюет, в другом нет. Но, тем не менее, это может быть. Вот он гараж. Что мы тут увидим на спутнике, может быть, что-то увидим. Ну, что-то он есть тут, видишь, какая-то шляпа. Но эта вода уже упала здесь, поэтому, когда вода упадала, здесь этого берега не было. Вот здесь вот, где-то примерно, вот здесь, такой крутой спуск тоже. Не совсем крутой, но такой. То есть, забираться тяжеловато в него. Но, тем не менее, можно. Вот, и ходил я, получается, сначала вот отсюда, вот Павья, да, и вот здесь вот заход. То есть, получается, сама речка Павья немножко переходил, вот через деревню все шел. Это, значит, было летом. В жару обычно это июль месяц примерно. Утром еще там где-то плюс 18, да, плюс 15. Но утро, днем уже там 35-33, жарко очень сильно. Комуры, гнус, короче, вся эта шляпа. Вот, здесь, получается, 7 километров от дома и вот до гаража, да, вот до этого. 7 километров. Поэтому, чтобы попасть там, допустим, на 5 утра, да, на 5 утра, то нужно выходить было в 3 утра. А в 3 утра темно, как у негров в жопе, да, это же деревня. Вот. Ну, и идешь, 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 по темнотине фонариков же ничего не было. И здесь вот захватывает, если светит луна, допустим, да, так ни хера ничего не видно. Вот. И вот здесь вот дорожка пошла, вот она идет, эта дорожка. Вот ее даже видно кусочек, да, вот тут вот она. Где вот здесь я на медведя нарвался, я же рассказывал, да, что здесь зашел сюда и тут, короче, как маленькие дети тут, блин, пищали эти медвежата, блядь, какие. Ну, это уже, да, это было ночью. И также оглухарь где-то у меня здесь где-то вот в этом районе попался. Когда идешь, ешь, тишина такая, блядь. И оглухарь, короче, ночью, блядь, в темноте, светки начинает лететь. Такое себе ощущение, там, блядь, знаешь, аж присел. Ну, в общем, вот, короче, вот она дорожка идет сюда, да, вот она пошла, здесь вот идешь, дальше выходишь на лежневку вот здесь и пошел уже по лежневке. Ну, как лежневка, она заросшая, уже там ее не видно ни хера. Видно только то, что здесь толстые деревья стоят, а здесь тонкие деревья. Это значит, была дорога. И вот по этой лежневке, короче, шел сюда. Когда я сюда приходил, в 5 утра уже начинало светать вот в этом месте, да, как вот вам рассказали, да, сейчас закрывая глаза, да, я вот ощущаю вот тот день, да, когда я туда пришел первый раз. Когда я вот здесь уже подходил к этому гаражу, тут, короче, стоял такой, знаешь, как вот рыба разговаривает между собой, понимаешь? Вот это, она реально, рыба между собой разговаривает. Я еще не вижу реку, потому что здесь бугор идет, да, а за этим бугром уже как бы река. Но я слышу, как рыба разговаривает, как она там плавает, понимаешь? Я, короче, когда подходил вот здесь, сюда, здесь вот, как сказать, вот здесь спуск идет небольшой, да, сюда в гараж. Здесь ровная поверхность, а дальше уже как бы бугорчик такой, бугорчик идет, и за ним уже как бы спуск идет к реке туда. Вот. А к этому бугорчику ты пока подходишь, ты реку еще не видишь. И я уже здесь вот отсюда шел, я уже слышал, как там рыба разговаривает. Ну, как разговаривает, она там плавает, короче, там человек чмокает, гавкает, блядь, хер поймешь. Я, ну, страшновато, короче. И вот я потихоньку, 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 потихоньку голову высовываю здесь. То есть я еще речку не вижу, но я знаю, что она там, и голову высовываю туда, да. И вижу, короче, здесь прямо у берега, блядь, такие щуки, знаешь, вот так вот. Просто ходят туда, сюда, знаешь, там целая куча их вот так вот по всему берегу, блядь. А, блядь, что делать? А у меня спиннинг была и удочка. Я, значит, не выходя на берег, чтобы меня не видели, разматываю спиннинг тихонечко. Забрасываю спиннинг, блядь, и сразу же буквально, блин, вот только закинул, блядь, сразу удар такой, бах. И тогда мне пришлось уже выйти сюда на берег, короче, щурога где-то на килограммчик. Ну и все, остальные все разбежались, короче, щучки, я ее вытащил. Вот, а потом пошло-поехало. Я, значит, давай со спиннингом здесь пару раз кинул ничего, и я пошел по верховьям сюда. Вторую я здесь поймал, третью, по-моему, где-то вот здесь поймал. И вот, короче, я вот так вот шел-шел-шел, здесь где-то бревна лежат, эти цепи, блядь, да, вот эти все охренели. И вот тут, вот тут я шел, вот по этому берегу, и дошел я вот до этого озера, вот до этого места, потому что дальше там уже не перейти. Дошел до этого места, кидая спиннинг, у меня уже было, блядь, чуть больше полпоевки. А поевка это такой железный сундук, как рюкзак. Он не железный, он алюминиевый, под ягоды обычно их собирают. И вот туда, короче, я эту щуку клау. Квал-кула-квал уже здесь тяжело, а мне же еще обратно идти, да-да-да, я же тут-то дорогу не знаю, есть тут-то вообще нет. Мне же обратно идти нужно, а щуку-то половить хочется, азарт. Вот я, значит, эту щуку здесь распотрошил, вывернул, короче, отрезал головы, хвосты, кишки, и сложил все это дело обратно с солью. Сложил все это дело обратно, и пошел уже обратно. И когда я пришел уже к этому гаражу, я уже еле живой пришел сюда, к этому гаражу, у меня поевка была полная. Здесь я остальные щуку раздербал, ну, щука такая, до килограмма. 800 грамм, килограмм, 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 вот так, килограмм, вот такие вот они были. В основном, конечно, там 600-800 грамм, вот такие. Но до хренища от по берегу шел. Вот, дальше, значит, я эту щуку всю уложил в поевку, примерно 40 килограмм, что у меня получилось, эта поевка, плюс удочки, блин, тут еще. А я в резиновых сапогах, вот, и что надо, как-то надо идти, блядь, эти 7 километров, понимаешь, а уже день, там часа 2 или 3 дня, вот. Вот, и это самое, жарко, здесь-то, когда по воде ходил, сапоги-то у меня нормально, ну, и резиновые сапоги, все, как бы, нормально. Дальше я уже пошел с этим рюкзаком, с этими удочками, нахрен, сюда, обратно домой, по Лежневке. Какое-то время прошел, отдыхал, где-то вот уже, вот, наверное, вот в этом повороте, вот здесь, у меня, короче, чувствую, ноги, все. То есть, ну, напекло их так, там, не знаю, там температура градусов 100, наверное, в сапогах, блин, было. Вот, и я уже тут шел, искал какую-нибудь лужу, просто какую-нибудь болотенную лужу, чтобы встать и постоять в этой луже, охладить сапоги, блин. Ну, в общем, короче, вот здесь примерно у меня уже было такое ощущение, вот здесь вот, вот в этом месте, да, что, блядь, надо, наверное, просто сдохнуть нахрен. Просто вот бросить все, сдлечь нахрен и сдохнуть, и чтобы, блядь, больше не мучиться, ни жить, ни хера в ней. От такой сильной усталости уже тут было просто, знаешь, и рыбу эту бросить, блядь, и все нахрен. Ну, в общем, здесь я где-то вот в луже тут постоял и пошел дальше, значит. Ну, как бы здесь еще вот шел, да, я по лесу здесь, по этой вот дорожке шел. Тут еще, как бы, более-менее попадались лужи, да, и эти лужи я проходил нормально, то есть охлаждался, проходил. Но когда я вышел вот сюда на асфальт, то есть на улице 35 жары, солнце, асфальт нагрелся так, блядь, что... Плавился уже там, битум весь, разливался по нем. Дальше здесь ни одной лужи нет, просто ни одной. И я вот шел по обочине сначала здесь. Вот, потом здесь свернул. Ни одной лужи нет, все высохло нахрен. В общем, я шел, 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 прошел магазин. Здесь вот я проходил, просто у меня сознание было уже потеряно. Я вижу, как бы, что направление нужно вот сюда идти, вот на эту дорожку. Вот, но сознание уже такое, знаете, ну как сказать, вот кто был в бане, например, да, там минут 20-30 в горячей бане сидел, да. Он сначала-то он вроде как бы там посидел 10-15 минут, вышел там из бани, купался в снегу там, да, или в холодном. И обратно зашел туда-сюда. Но после 10 попыток вот таких вот в баню, обратно туда-сюда, как вы себя чувствуете? Я думаю, что у всех башка плывет так, что он только сознание не теряет. Вот в этом месте я уже шел, все. Я уже сознание, можно сказать, потерял, блядь. Но все равно я как-то нашел последние силы и дошел я вот до этого дома, как бы, ну, до своего дома. Дошел сюда, зашел в ворота, тут же снял сапоги вот здесь, в этом месте. Я просто посмотрел на свои ноги, блядь, я... Во-первых, они были белые, как снег. Они были белые, как снег, они были покрыты... Ну, там же еще был носок, да, то есть носок превратился в такую липкий кусок, просто липкий кусок, да. Вот, а сама нога, когда я снял носок с ноги, она была ярко-белого цвета такого, просто белого. На ноге была какая-то такая масляная пленка на всей ноге. И пальцы были вот такие, как вот, знаете, долго, когда в воде держишь руку, да, она такая вся сморченная. И вот все пальцы, блядь, все вот это вот было в таком состоянии. Я просто сел вот здесь, я, наверное, часа два просто встать не мог с лавочки. Просто не мог, вот стоял, сидел, сидел, сидел. Вот, рыбу уже внесли, да, но тем не менее, я вот тут... Ой, как вспомнишь, аж сейчас до сих пор больно становится, блядь. Вот это вот было именно мой первый поход в гараж. Потом я уже ходил в гараж в другие разы, раза три или четыре, но там уже такого трэша не было, было уже прохладненько, да и воды уже было меньше. Щука как-то особо не брала ни хрена, вот, и сидел просто на удочку, а на удочку, ну, что ты там, понимаешь, чебачки, куни такие же, такие же, как... Вы задолбали уже, блядь. Москва сраная. Вот, и просто здесь вот приходил сюда, на это место, и здесь на донку, такую же, как вот там, в Галкино, сидел на этой донке, и ту же самую белую рыбу, чебачок, под язвочек, окунёк, вот такое, всё, на червя ловил, уже как бы, интересного такого не было, как вот первый раз. Вот первый раз это было что-то вообще, блядь. Вот, это вот такая вот была рыбалка в гараже. Вот, ну, куда ещё больше ездил, то есть Павья, Тавда, вот, здесь Павья, она вот идёт дальше туда, да, вот она идёт, здесь она уже такая, ну, как ручей, можно сказать. Вот она пошла, эта Павья, вот она идёт в Петровск. Где у нас Петровск? Петровск, 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 Петровск. Да, это же Петровск, по-моему. Петровск. По-моему, это Петровск, да, вот дома, да, это Петровск, ну, блядь, но это Петровск, короче, его уже потом переименовали в Петровск, не знаю как переименовали в Петровск, но вот это Павья, река, и деревня тоже называлась Павья, вот, но никак не Петровск. Вот эта дорога, она здесь нихера не идёт, сама основная дорога вот здесь шла, а это просто нарисовали, хер знает непонятно чё, и всё. Здесь колдун жил, дед Седовлас, и, который, блядь, такая сила у него была, колдовская, просто, а дальше уже пошла дорога на Хмелёвск, это уже там, совсем этих деревень уже нету, Пыхталь, вот это вот, речка Пыхталь впадала, Павью, вот это вот, видишь, ну, такие уже заброшенные, но это не зоны, это не зоны, сразу говорю, это были обычные деревни, вот, сейчас здесь, наверное, отсюда лес вытаскивают, видишь, всё, выпилено. Хмелёвск, короче, вся вот эта тема, вот, по-моему, вот это Хмелёвск, бывший, видишь, тут ничего уже не осталось. И вот, да, речка Алька, так вот, эта речка Алька, да, она проходила, короче, через этот Хмелёвск, и она делила, вот этот Хмелёвск делила пополам, эта речка Алька, вот. Вот, с одной стороны жили русские, а с другой стороны жили чуваши, очень много чувашей, вот, и они, как бы, между собой были разделены, то есть чуваши селили на этой стороне, русские селили на этой стороне, я не знаю, почему так, но очень много чувашей, вот было во всех этих деревнях очень много чувашей. Ну а дальше если ехать сюда В мочалку попадаешь И дальше уже Трасса идет Таборы Туринск Ну как трасса Додобрено Более менее грунтовка есть С таборов Где они с таборы Вот это большое кривое Вот они таборы На Тавде реке находятся Здесь одно время волки Вот сюда подходили к этому берегу Охотились за таборинскими коровами Овцами А зоны уже пошли сюда За таборами Вот уже тут пошли фирули Это еще деревня была Вот А сами зоны пошли Вот она была в Новоселово Зона А Новоселова там уже нету здесь Скорее всего Ну все-все-все Деревня Вот они видишь Что это вот за деревня Непонятно Но Дорога на Гаре Да Как у нас говорят В России три дыры Или на Урале Три дыры Гаре Сосьва Таборы Вот таборы Мы проехали На Гаре Вот она дорога идет Не знаю Сейчас есть там такая дорога Раньше ее не было Вот где-то тут Короче Новоселово было Не знаю Где она Вот это что ли Зона была Большая зона Лесозаготовительная Вот И Короче Расформировали И вся деревня Короче Она держалась За счет зоны Расформировали И они Короче Половина Приехали в Аверино Туда Дома прямо Перевозили Целиком перевозили Дома Вот В общем Вот такой вот Примерно Рассказик Как я жил в деревне Именно вот Чисто Рыбалка Я уже там Не рассказывал Про Какие работы Я там делал Сельскохозяйственные Ну в общем Вот она Смотрим мы Да Вот она Деревня Аверино Где она у нас тут Беляничный Тагильцы Это не тот Уже там Да Вот она Аверино Поставим точку Нет Не поставим точку Ну Давай Допустим Как сделать Положить Маршрут Отсюда Ну Допустим Вот сюда Чтобы мы Увидели Где я находился И теперь Мы эту карту Всю Нашей России Увеличиваем Вот Точка Точка Вот она Большая страна Наша Россия Да Вот она Какая Огромная Я вот находился Вот здесь Вот в этом месте Деревня Сам Екатеринбург Вот он Туринск Куда на горячие Источники ездил Это вот место Вот вроде Думаешь Там в центре Цивилизации Да На самом деле Никакой цивилизации Нет Тут все Так вот Сейчас уже Тут видишь Благодаря вот этому Лесу То что они лесом Начали заниматься Видимо деревня Все таки Немножко ожила Крыши Вон смотрю Новые А так ведь Не было Было все развалено Это было Какой год Это был 2000 год 99 год По-моему Да 99 год Это был Или 98 год Это был Все было развалено Просто вот все Еле-еле Вот школа держалась Там два ученика Было Вот И котельную Эту поддерживали Да То есть как бы Ее сначала Была она колхозная А потом ее передали В сельсовету А сельсовет У нас находился Вот здесь На Заречной улице Даже вот Дом культуры Тут есть Вот он Дом культуры Где еще Ходили Это самое А вот Это сельсовет Вот это Да Сельсовет Библиотека Сельсовет И комната Для милиции Была написана Милиция Да И это Ну я не знаю Когда тут Да Милиция была И там такая Каморочка Метр на метр Блядь Она вся Вот там Стол Стол И все Это приемная Участковая Как говорится Была Вот Здесь вот Жил Молоковозник Вот здесь Вот он Своим Молоковозником Става Которое Молоко Там С последних Коров Возил Так Вон это Молоко В Тадду Едет за Молоком Вернее Молоко Сливает Заливает Спирту На гидролиновом Заводе Блядь И в Туринск Херачит В общем Деньги Хорошо он Зарабатывал За счет Этого Газика Ладно Вот она Электроподстанция Здесь Это вот Что за домик Это Подожди Это же Типа газовой Котельной Что ли Было Не газовая Какая-то Так Сейчас Вхожу Что это Такое Сама Новая Сушилка Была По-моему Здесь Да 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 Сама Ферма Здесь Вот Тут По-моему Да Тут Была Сушилка Новая КЗС Так называемая И какой-то Кирпичный Это Нет Это Лесника Что ли Дом Был По-моему Вот здесь Кирпичный Дом Был Такой Его По кирпичкам Весь Разобрали Не знаю Что это Было Но Здесь КЗС Новый КЗС Он По-моему Один год Всего Поработал И развалился Так же Как Фермы Вот эти Один год Поработали И развалились А наши Все фермы Были В Бочкарево Сама Деревня Бочкарево Находится Вот здесь Вот на нее Дорога Пошла Вот такая Вот маленькая Деревушка Бочкарева Да Несколько Домов Здесь Два По-моему Двухэтажных Дома Деревянные Двухэтажные Такие Они уже Покосившиеся Были Туда Короче Сюда Ездили Курей Брали Цыпля Тут Женщина Разводила Курей Вот А так Это Колхозное Добро Вот этот Склад Это Даже не Склад Это Вот это Зерносушилка Мы Возили Дрова Сюда Переделали Печку Она была Дизельная Переделали Ее Под Дровяную И внутри Там Короче Этот Был Барабан Круглодится Короче Сушат И там Внутри Были Еще Эти Сортировка Короче КЗС Так Комплекс Комплекс Зерносушилка Сортировка Семена Это Склад Был В котором Хранилась Черные Семена Клевер Клевер Хранился А это Зерновой Склад Был Основной Это КЗС Старая Она Не рабочая Была Или По моему Рабочая Нет Вот это Так и Была Разрушенная Штука Я не знаю Что такое Это Такой Был Ангар Просто Крыша И безо всего А КЗС Старая Такая Она вот здесь Находилась А сушили Мы же не здесь Сушили Нет Мы скорее всего Здесь сушили Она еще была Живая Здесь мы только Вот сюда На газике Выгружал зерно Да Здесь была Вот эта штука Она вот так В длину Располагалась Вру Нет Все Вот здесь В длину Располагалась Этот Сушилка Сушилка А в этом месте Была как раз Сортировка Этого Нерабочая Была Сортировка Такая Пару этих Машин стоял Сортировочных А здесь Была яма В которую Вот эта Дорожка Вот сюда Заезжали Вовнутрь Я Сюда Вывал Зерно Пшеницу На сушилку Зерно Грязное Неудобрения Ничего не было Зерно Грязное Блин Но Тем не менее У колхоза Нашего Была Зерна Вот здесь Штука Была А ферма Сама Была Тоже Принадлежащая Колхоза Она была От фунтаса Вот здесь В этом месте Я сюда ездил Здесь Муку Молол В этом месте Стояла Мельница Такая Ну Привозили Зерно Короче Мололи В крупную Муку И домой Увозили Мешки Свиней Кормить Здесь Я смотрю Тоже Лесом Все Понаделали Все Лесом Занимаются Здесь Рыбные Базы Понастроили Вот А здесь Лес Видимо Бизнесом Занимаются Ладно Хорош На этом Пока